так далее глава 4 ценить и пользоваться исключительно данными приведенными авторами проекта то есть мы приведем рельс ссылка такая это имеет размеры 152 на 132 миллиметра поперечники с массой примерно 62 килограмм на один метр длины длины с двумя н запомним эти цифры запомним допустим даже что внутри у нас нет струн они должны быть они есть и по доказательствам авторов из одного метра рельса получаем 2 метра струны минимум что за чушь из метра рельса получаем 2 метра струны я вообще не понимаю такое приведение про вес струны на 50 метрах составляет 100 даже исходя из картины в книге габарит внешней струны вряд ли будет превышать высоту в один метр во-первых нигде я не говорил уже это говорил что пролеты 40 больше 40 метров с этой конструкцией максимум 50 при этом нигде не говори что рельс будет иметь высоту в один метр максимальная высота рельса такой конструкции 30 сантиметров очень нет смысла эта схема уже тогда не работает поэтому опять же это все сочинил эксперт а ведь именно настройка нам нужно выгнать чтобы компенсировать провис только лишь под действием силы тяжести провис метр ну нет такого провиса провис метр мы не прячем провис метр это в этой конструкции его не прячется головка рельса повторяет провис струны это называется даже написано с провисающей путевой структурой это провисающая путевая структура она никогда не идет ровно потому что это городская система с остановками на станции данном случае высотных зданий поэтому не надо ничего компенсировать провис метр и у рельса провис метр там нет никакой компенсации и рельс совсем другую имеет конструкцию там есть струна и рельс плотно заполнен струнами они вместе провисают ничего там компенсировать не надо не поделятся уважали уважаемые авторы своим ноу-хау как они это собирается добиться исправить он и провис поделюсь мы не исправляем он и провис потому что рельс провисает вместе со струной и это называется провисающая структура как имеет колоссальное преимущество перед прямой прямолинейной структурой далее про рекуператор энергии голова также значит при выезде со станции цитирую сила тяжести разгоняет при подъезде она же тормозит тренера уже отмечено судя по КПД 100 процентов встречный ветерок каким-то образом будет разгонять конструкцию или я что-то неправильно понял а кто сказал что встречный ветерок должен разгонять конструкцию вообще-то из жизни мы знаем что попутный ветерок разгонять конструкцию а встречный ветерок тормозит поэтому естественно я уже это говорил тяжесть разгоняет тяжесть тормозит но надо компенсировать аэродинамические потери и потери в колесе на сопротивление качения колеса я уже говорю что нам надо примерно 5 кВт мощности если будет встречный ветер то надо его тоже компенсировать и будет не 5 кВт а 6 кВт для этого просто система управления будет давать большую мощность на привод и естественно привод на колесо будет иметь мощность не 5 кВт а 50 кВт на каждое колесо там десятикратный запас по мощности что в случае поломки и так далее мог выходить в горку на малой скорости не по инерции чтобы если надо вытянул юнибус который сломался надо вытягивать наверх он подъедет состыкуется и вытянет естественно это мы все учитываем и знаем и соответствующим образом проектируем систему далее городской вариант юнибуса километровый пролет 100 км в час скорость какой провиз будет ну на километров пролете провиз оптимальный 25-30 метров чтобы получить скорость ну хотя бы под 100 км в час без двигателя поэтому это оптимально с точки зрения физики механическую инерцию автор тоже отменяет за ненадобностью а причем механическая инерция вообще-то лыжник когда едет с горки он что отменяет какие-то законы его тяжесть разгоняет лыжника а если он по инерции проскакивает и едет в горку тяжесть его тормозит ничего не отменяет никакую инерцию если у вас предусмотрена система противовыгиба предварительным натяжением о ком предварительном разгоне с горки может идти речь да здесь привисающая структура какой противовыгиб нету там никакого противогиба это горка жесткая прочная горка если нет как понимать написанное выше да никак потому что ты безграмотный поэтому ты не понимаешь ну как можно больного человека лечить как ему можно объяснить если он не понимает азы реабилитарные вещи да и при любом пролете на такой или высшей скорости транспорт будет весь путь взбираться в горку интересно как это без путь если даже дураку понятно что здесь он будет с горки съезжать а здесь в горку что-то надо объяснять потому что эта точка ниже этой значит он будет ехать с горки и мы знаем тракторию движения она рассчитана и опять же без колебаний и так далее очень плавно где трактория движения будет с радиусами кривизны порядка 10 тысяч метров до 10 километров поэтому даже там центробежных сил не будет при такой скорости небольшой и протоком радиусы кривизны траектории движения юнибуса то что пассажиры сидят в юнибусе и исходя из них комфорта мы и проектируем движение ну комфорта движения мы и проектируем систему движение должно быть комфортным для любого пассажира глава 5 размер и масса ширина 120 высота 350 миллиметров ну я не знаю где такая конструкция ни разу не давал высоту 350 миллиметров стенка боковых и нижней по 10 миллиметров верхние 20 вес одного метра стуны 82 килограмма ну и что а вес же дрожда риса 75 килограмм и что из этого не считая трассов натяжения однако как-то авторы себе несколько противоречат по ходу это я уже главе 6 несколько обратился на сегодня все дальше буду также понемногу рассматривать я другой совет могу дать надо сходить специалисту этому эксперту специалист называется психолог или психотерапевт не мне писать письма не экспертизу делать а посоветоваться со специалистом в области психиатрии я думаю что вот это клиент которого палата номер 6 ждет так и мне просят на основании вот таких технических вопросов организовать технический вебинар ну здесь во-первых техники нет игру все это тут надо психотерапевту как бы с такими мы проводить вебинар так и в подтверждение сказано я готов проделать такую работу более того я так называемым экспертом вот такого типа предлагаю как бы заключить сделку пусть они приедут сюда к нам в минск в офис нашего предприятия проектно-конструкторского в мой кабинет мы включим камеру телевизионную и запишем экспертизу техническую так называемую и мои ответы и посмотрим уровень знаний образования так называемых экспертов и мой уровень так вот если эти эксперты докажут что то что я делаю это полная глупость чушь и они правы я оплачу их проезд сюда за мой счет если нет то они должны оплатить свой проезд сюда и заплатить мне за консультации 100 тысяч долларов моё время очень дорогое я трачу на эту глупость столько времени и сил зачем и кстати когда у диссона был случай когда сломался один из первых электродвигателей где-то там по-моему в Нью-Йорке где-то с Николой Теслой нет с Николой Теслой это был случай он приехал нищий туда в Америку и он подрядился отремонтировать и сделал отремонтировал очень быстро и говорит это стоит 1000 долларов он говорит почему так дорого ты же потратил всего несколько минут он говорит ремонт стоил 10 центов а мои знания стоят 1000 долларов так вот 1000 долларов те на сегодняшний день это миллион долларов поэтому я весьма скромно оцениваю свои знания на свое время поэтому я готов вот сделать публичным вот такой экспертный совет и если эти тролли увидят услышат я готов с ними профессионально пообщаться но не инкогнито потому что я даже не знаю ни имен ни фамилий они же прятаться они же боятся они боятся тупости своей же тупости поэтому скрываются за другими чужими именами за выношенными именами и интересующие тупости